Мышейковая кислота металлоид Мышейковая кислота металлоид является системным ядом и, как сообщается, хроническое употребление мышейка приводит к широкому спектру проблем со здоровьем, которые в совокупности называются арсеникозом или хроническим отравлением мышейком. Мышейковая кислота существует в виде трехвалентного арсенита или пятивалентного арсената, встречается в природе посеместно и присутствует в окружающей среде. Соединение мышейка является экологическими токсинами, оказывающими множественное воздействие на популяции животных и человека. Он обычно используется в играх сопутствующих препаратов, таких как инстинерванты для древесины, гербициды, фунгициды, роддентициды и может вызвать загрязнение воздуха, почвы и воды. Люди подвергаются воздействию мышейка в основном через рот или через дыхательные пути. Пероральное воздействие происходит при употреблении зараженной воды, пищи и лекарств. И такое воздействие может сохраняться на протяжении всей жизни. Профессиональное воздействие, с другой стороны, происходит в основном при вдыхании, при плавке цветных руд, производстве полупроводников и стекла. Профессиональное воздействие, с другой стороны, происходит в основном при вдыхании, при плавке цветных руд, производстве полупроводников и стекла или при выработке электроэнергии, при сжигании загрязненного мышейком угля. Основным источником воздействия мышейка в окружающей среде на большинство населения является питьевая вода, в которой преобладают неорганические формы мышейка. Многочисленные исследования, полученные как в клинических, так и в животных моделях, предоставили экспериментальные доказательства того, что индуцированная мышьяком токсичность опосредована образованием активных форм кислорода. Было установлено, что мышьяк, загрязнитель окружающей среды, повреждает репродуктивную систему, как самцов, так и к самокрыс, и действует как эндокринный разрушитель. В исследовании также наблюдалось, что арсенат нарушает сывороточные уровни гнатотропинов и впоследствии снижает уровень тестостерона в сыворотке крови самцов-крыс. Тестостерон необходим для прикрепления разных поколений зародышевых клеток в семивыносящих канальцах, поэтому низкий уровень сывороточного тестостерона может привести к отслоению зародышевых клеток от семивыносящего эпителия и может инициировать апоптоз зародышевых клеток. Уменьшение концентрации тестостерона в сыворотке можно объяснить тем фактом, что лечение арсенатом натрия вызывает снижение концентрации лютинизирующего гормона в сыворотке крови крыс. Продолжение следует...